Кто же перед нами выступать будет? Итак, Юрий, приглашаю тебя на нашу сцену. Пожалуйста, расскажи свой кейс, с удовольствием послушаем и, соответственно, увидим те цифры, которые ты достиг в парфюмс-баре. Небольшая поправочка. Город Львов, страна Украина. Ну, если что. Хорошо, давайте тогда начинать. То есть расскажем про результаты внедрения UDS в сеть парфюмерных магазинов, в парфюмс-бар. Начнем немножко со своего бэкграунда. Расскажу про кто я, что я. Немножко Равель, спасибо, представил меня. В общем, да, то есть у меня есть 4 года опыта внедрения проектов в сфере онлайн-продаж. Это онлайн-продажи на рынке Соединенных Штатов, откуда я очень много взял для себя, для наших клиентов информации по тому, как можно развиваться. Все мы знаем, что на западном рынке сначала какие-то идеи приходят, потом они доходят до нас, до рынка СНГ. И, соответственно, я уже внедряю их нашим клиентам заранее. Также я являюсь бизнес-аналитиком, являюсь учредителем консалтингового агентства U-Group Consulting, которое занимается в Украине непосредственно внедрением инструмента UDS в бизнесы клиентов. Это первое консалтинговое агентство в Украине такого рода. Также я соучредитель другого консалтинга Espresso Consulting, это бизнес, связанный с инвестициями непосредственно, про свою работу в UDS. Да, я с UDS уже больше, чем полтора года занимаюсь активно развитием, подключением клиентов, также внедрением. За последние полгода это получается более 20 внедрений с результатами 15-20% роста за первые три месяца. По специализации это общепит, доставки, магазины, сфера услуг, также онлайн и так далее. Про компанию, про которую мы сегодня поговорим, Parfums Bar, немножко, чтобы вы поняли, что это за компания. Это сеть магазинов на Западной Украине, на сегодняшний день насчитывает 10 точек в 5 городах. Продукция это версии ароматов мировых брендов, это 98% соответствия мировым брендам. Берутся парфумы, база для парфумов с тех же самых заводов, где берутся для мировых брендов, поэтому очень похоже. И сама миссия это предоставить клиентам высокое качество продукции за доступную цену, чтобы люди могли покупать те же самые ароматы, но за более низкую цену. Особенности ведения бизнеса. Первое это парфумы на разлив в среднем ценовом сегменте, как я сказал, то есть это доступные ароматы. Также есть такой нюанс, что покупка происходит довольно быстро, в основном это до 5 минут. Очень много клиентов есть, которые постоянные, которые ходят, которые уже знают, что они хотят купить. У них есть свои флаконы, они приходят, им просто продавец наливает и так дальше. То есть нужно было разработать специальный скрипт, чтобы максимально быстро и качественно оцифровывать клиентов. И также довольно высокая репотребляемость, это раз в 2-3 месяца уже, иногда и чаще люди приходят и уже обновляют продукцию, покупают ароматы, парфумы для себя, для друзей, на подарки и так дальше. Что было до внедрения UDS, либо чего не было, лучше сказать. Не было учета клиентов, не велась статистика, не понимали, как часто клиенты приходят, были приблизительные цифры, понимание, но не было учета. Не было, конечно же, программы лояльности, не было учета работы сотрудников по достижению цели, был учет, что они продают, но не было понимания, как они это продают. Время от времени проводились акции, не было, конечно же, непосредственно никакого прямого контакта с клиентами вне точек продаж, и также не было активности в соцсетях, не было рекламных кампаний. Велся Инстаграм, время от времени посты, но как такого глобально масштабной работы не производилось. Задачи, цели и задачи для внедрения UDS, которые мы, когда встретились с собственником, прописали. Первое, это, конечно же, было создать клиентскую базу и оцифровать конечного потребителя, понимать, кто наш клиент, почему он к нам ходит, как часто он ходит, все вот эти метрики собрать. Увеличить средний чек и количество продаж постоянными клиентами. Также увеличить лояльность постоянных клиентов, чтобы они чаще приходили, нас рекомендовали. Получить новых клиентов через инструменты, которые предоставляет нам платформа UDS. Это кросс-маркетинг, сертификаты, рекомендации и так дальше. И создать привлекательную программу лояльности для клиента, чтобы им было интересно ходить. То есть это все влияет на дальше наш рост. Контроль работы персонала, конечно же. И создание мотивации для сотрудников. Это те задачи, которые были первоочередные для того, чтобы начать работать с UDS. Про программу лояльности. Она у нас четырехуровневая для тех, кто покупает. То есть это уровень бронз 3%, сразу базовый кешбэк, потом 5%, 7% и 10%. Уровни накопления, то есть от 2,5 тысяч гривен, 10 тысяч гривен и 20 тысяч гривен. Максимальный кешбэк, если человек купит на 20 тысяч гривен. Также есть двухуровни система рекомендации. Это 3% за личную рекомендацию, 1% за второй уровень рекомендации и 25 приветственных баллов. По оцифровке клиентской базы. Сам UDS в этом бизнесе немножко более чем 4 месяца есть. На сегодняшний день оцифровано 2369 клиентов. Сейчас есть в базе. 93% из них, то есть 203, уже совершили, купили как минимум одну покупку. И 60% из всей клиентской базы установили UDS. Помните, я говорил, что 5 минут в среднем происходит продажа. По мне это скрипт работает. Оцифровываются клиенты и значит все хорошо. 60% на сегодняшний день и оно растет. И проведена 3621 операция. Это все 100% операции проводятся через UDS. По покупкам. По цифрам идем. Клиентов с количеством покупок 1 на сегодняшний день это 1813. Это 82% от всей клиентской базы. От всех купивших. Клиентов с количеством покупок 2 и больше. Это 390, это 18% от всех купивших. И оно дальше растет. Также интересная статистика по клиентам, которые скачали приложение и которые не скачали приложение. Вы можете ли приложение, это 367 гривен, их средний чек. Но тех, кто не скачал приложение, 269. Почти на 100 гривен меньше. Это около 27-30%. Не дозарабатывает предприниматель, получается, на этих клиентах. Соответственно, нужно работать на то, чтобы максимально много клиентов оцифровывалось. Как раз по среднему чеку, да, то, что вспомнил Равиль. Плюс 53% за 4 месяца. Нам удалось сделать там фильтр, да, это получается ноябрь месяц. Это было, когда только мы начинали, 232 гривны средний чек. Получается, на прошлый месяц, февраль-март, уже средний чек составляет 355 гривен. И основное участие в этом, почему такой средний чек и почему он вырос, как раз я вот дальше расскажу, как так случилось. Это хорошая проработка с персоналом. В общем, UDS, да, если так сказать, это инструмент, который пушат в первую очередь ваш персонал, ваши сотрудники. И если они будут неправильно доносить информацию где-то, не будут лояльными, будут умалчивать, то очень тяжело будет продвинуть этот инструмент. И именно, получается, работа с персоналом – это один из ключевых факторов всего успеха. И вот через две недели, буквально после запуска UDS, уже были выявлены первые недобросовестные сотрудники, которые мешали этому бизнесу расти, мешали этому бизнесу увеличиваться и масштабироваться. И, соответственно, да, за три месяца около 75% продавцов было поменено на новые, потому что вначале оцифровка была около 15%. Это крайне маленький показатель, потому что есть метрики, есть понимание того, как должно быть, и у них было совсем не так. То есть была активная работа с персоналом. Почему? Что? Как? Я очень благодарен собственнику, да, то есть Андрею, который был максимально включен все это время. Мы активно с ним работали, он сам приезжал на точки, также с сотрудниками работал, помогал, потому что я удаленно был. И, соответственно, мы вместе двинули эту всю историю, да, то есть двинули это все вперед. И получается, в конце третьего месяца оцифровка с сотрудниками уже была на уровне 50-60% от проведенных чеков. Это уже выросли в 3-4 раза за 3 месяца. Также KPI выполняется на 60-70%, которые ставятся перед сотрудниками. И, соответственно, он тоже растет. Все время вырастаем в среднем чеке, в оцифровке и так дальше. И мотивация для персонала 2% от чеков. Мне кажется, что это вот основное, то, что повлияло на средний чек на первом этапе. Дальше, конечно же, уже другие инструменты включаются и так дальше. По новым клиентам. Новые клиенты также у нас появились благодаря платформе UDS. 5% добавилось благодаря системе рекомендации, реферальной программе. Это 117 человек в клиентской базе, 29 человек на сегодняшний день уже сделали как минимум одну покупку. И также из самого приложения UDS к нам пришло 10% клиентской базы. Это 279 человек, 184 уже сделали как минимум одну покупку из которых. Итог. Если подытоживать, во время работы на этой презентации я понял, у меня такая фраза появилась, я решил ее отдельным слайдом сделать. То есть любой бизнес, он имеет потенциал для роста и масштабирования. Этот потенциал просто нужно искать, его найти. И как раз UDS это именно тот инструмент, который помогает в этом. Так что используйте его с пользой для своего бизнеса, для роста, для масштабирования и так дальше. И если будут у вас вопросы, можете сканировать QR-код, прям сохранять мои контактные данные. Там есть инстаграм, имейл, можете писать в телеграме, ватсапе по этому номеру телефона. Буду рад ответить на все ваши вопросы. И я закончил. Равель. Также, если сейчас есть вопросы, буду рад вам ответить.